Глава двадцать пятая Начало лета. Небостижимая тихая красота. Деревня саится в зелёных звонах, Сладкий дурман молодой полыни кружит голову. Под утро в красную рань кажется, Что с неба на землю каплят чистая кровь зари, И вспыхивает в травах цветами, и тишина. Такая, что с ума сойти можно. Каждую ночь почти Кузьма приходил к Латонычу на мокилу и подолгу сидел. Думал, хотел понять, что такое смерть, но понять этого не мог. Нельзя разрыть землю, разбудить дядю Васю. Он не спит, его нет. Начиналась бесплодная и отчаянная работа мысли. Как же так? Есть небо, звёзды, есть где-то Марья, есть депо, товарищи. Далеко только. А дяди Васи нету. Совсем. Нигде. Это понятно. Однажды на кладбище пришла Клавдия. Кузьма услышал за спиной тихие шаги, не оглянулся. Он почему-то знал, что это она. Клавдия села рядом, поджала коленки, долго молчали. — Совсем я один остался, — тихонько сказал Кузьма. Все эти дни ему очень хотелось кому-нибудь пожаловаться. Клавдия погладила его по голове. — Я с тобой. Кузьма откнулся в тёплую, тонко пахнувшую потом упругую грудь её. — Тяжело мне, Клавдия. — Невыносимо. — Я знаю. Клавдия тесно прижала его голову. — Ты хорошая, Клавдия. — Конечно. И ты тоже хороший, добрый. — Жалко дядю Васю. — Говорят, Макарка Любавин убил. Видели их ту ночь на конях? — Я знаю. Федя поехал его искать. — За что он его? Безвинный вроде старичок. — Кузьма ответил не сразу. — Потому что он враг. Враг лютый. Клавдия подняла его голову, заглянула в глаза. — А если тебя тоже убьют когда-нибудь? Кузьма не знал, что на это сказать, но он ни разу об этом не думал. — С кем я тогда останусь? И ребёночек наш. Как он будет? Она готова была разреветься. На ресницах уже заблестели светлые капельки. Кузьма обнял Клавдию. Успокаивая её. Успокоился немного сам. — Пошли домой. Сказал он и почувствовал, как от этих слов стало теплее на душе. Это всё-таки хорошо иметь дом. — Пойдём. Клавдия высморкалась. В кончик платка поднялась. Они пошли домой. — Балдия высморкалась. — Продолжение следует. Продолжение следует...